В Курской области была разгромлена большая колонна живой силы врага. Противник потерял сотню военных, которые ехали сдерживать ВСУ. В то же время наши военные говорят, что это была колонна Ахмат. На аэродроме Липецк-2 в России была жаркая ночь. Взорваны сотни кабов, которыми РФ обстреливают Украину. Под ударом могли оказаться и самолеты, в частности, новейшие Су-57. ФПВ снова ударил по вертолету россиян, в Крыму гремели взрывы, а Лукашенко боится развала России. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете прямо сейчас на связи Украина 365. Здравствуйте. Сегодня ночью в сети появились кадры из села Октябрьское, которые находятся в 15-17 километрах от Рыльска. На них можно было увидеть горящую колонну вражеской армии. Также местные сообщали о детонации снарядов. Утром 9 августа один из жителей Курщины выложил в сеть кадры последствия разгрома колонны. На утренних кадрах разбитой российской колонны можно увидеть сгоревшие грузовики, среди которых разбросаны тела российских солдат. По оценкам, каждый из таких грузовиков может перевозить до 35 полностью экипированных военных. На видео видно 14 уничтоженных транспортных средств, что позволяет предположить, что в результате удара российская армия могла потерять от 200 до 490 солдат за одну ночь. Это может стать одним из крупнейших разовых потерь для российской армии с начала полномасштабной войны. Удалось подтвердить и подлинность видео и установить его геолокацию. Съемка, правда, проводилась в деревне Октябрьская Рыльского района Курской области. Этих военных, среди которых могут быть срочники, скорее всего, послали сдерживать украинское наступление в Курской области. Z-блогеры тем временем негодуют по поводу практики российских военных передвигаться колоннами. Украинские дроны посетили базу так называемых ВКСР в городе Липецк, что в 280 километрах от границы с Украиной. Это был мощный налет с использованием нескольких десятков БПЛА, которые смогли прорваться через вражескую ПВО и успешно выполнить задачу. Генштаб ВСУ официально сообщил о поражении склада с авиационными боеприпасами, что подтверждает многочисленные видео от местных жителей, а также сообщение местных властей об эвакуации нескольких сел, находящихся рядом с аэродромом из-за детонации взрывоопасных предметов. Масштабность событий зафиксировал и сервис НАСА по спутниковому мониторингу пожаров. По данным источников, на аэродроме находилось несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб. В то же время после удара украинских дронов произошел мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома. Как отмечают источники, большинство самолетов, размещенных на военном аэродроме Липецк-2, взлететь не успели. СБУ в сотрудничестве с силами обороны продолжает методическую работу по уничтожению авиационной логистики россиян, чтобы у врага не было возможности бомбить КАБами украинские города. «В начале августа мы очистили от КАБов истребитель аэродрома Розовск, сегодня очередь за Липецком-2. Работаем дальше», – сообщил информированный источник в СБУ. На фоне этого необходимо добавить, что авиабаза в Липецке – нестандартный военный аэродром. Это один из крупнейших в РФ учебных центров, четвертый центр боевого применения и переучивания летного состава. Базово он эксплуатируется 968-м опытно-инструкторским смешанным авиаполком. Но с начала полномасштабного российского вторжения его используют и другие подразделения тактической авиации ВК СРФ для выполнения непосредственных боевых задач. В то же время именно на базе этого центра проходило обучение российских пилотов на новом российском истребителе Су-57, который в РФ называют представителем пятого поколения. По состоянию на апрель прошлого года эти самолеты попали на спутниковый снимок Google. Кроме того, в РФ заявляют, что используют Су-57 в войне против Украины. Впрочем, находились ли на момент атаки Су-57 на авиабазе под Липецком, были ли повреждены эти или другие российские самолеты, остается неизвестным. Следует добавить, что на аэродроме также базируются Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-31. Если Су-57 в Липецке были поражены, это будет вторым случаем после успешной атаки на аэродром Ахтубинск. Неспокойно было этой ночью и в Крыму. В ночь на 9 августа группа беспилотников морских дронов и ракет атаковала военные объекты оккупантов на полуострове. Массированную атаку подтвердил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев. С его же слов, российская система ПВО якобы перехватила беспилотники в небе на Черным морем, а также ракеты типа Нептун. В самом Севастополе местные слышали автоматную очередь, а из района аэропорта Бильбек стал подниматься черный дым, информирует канал Крымский ветер. И источник пишет, что около 5 утра местные жители ощутили на себе все прелести взрывной волны, а значит где-то был прилет. В прибрежной зоне люди сообщали о запахе гари в воздухе. Не исключено, что речь о бародроме Бильбек. Со слов Развожаева, система ПВО якобы сбила минимум одну ракету Нептун, при этом жители Черноморска сообщают о звуках взрывов. Севастополь якобы атаковали из воды без экипажных катера. Со слов Развожаева, атака Киева началась в 4.38. В МЧС заявили о падении обломков ракет или дронов в районе Качи на улице Авиаторов. Не исключено, что такие же обломки могут быть и в районе Орловки. Позже стало известно, что черный дым поднимается с моря, где якобы был уничтожен надводный дрон. Поражен еще один российский вертолет с помощью FPV. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале волонтер Сергей Старненко. Воины подразделения М2 Центра специальных операций СБУ на Курщине смогли ударить нашим FPV по еще одному российскому вертолету. На этот раз Ми-8 получил удар хвостовую часть дронам с мощной осколочной БЧ. Дальнейшая судьба Ми-8 неизвестна, но он перестал работать в указанном районе. Видим также, и на чем нужно поработать, чтобы российские вертолеты падали чаще и без шансов на выживание. Так и будет, отмечает Старненко. Мониторинговый проект Дипстейт впервые раскрыл детали боев в Курской области, которые продолжаются с утра 6 августа. Бои на Курщине, день 1, 6 августа. Силы обороны Украины освободили Свердлякова, Дарьина и Олешню, говорится в сообщении. Отмечается, что силы обороны осуществили удар возле Свердлякова и Олешни. Первое село удалось занять в результате боя, а второе без боя или с минимальными усилиями. На КПП Суджи окружено около двух взводов врага. Горналь также было окружено. Россияне с перепугу прятались в местном монастыре. Передовые группы вышли гончаровки окрестностям Суджи. Бои в районе Зеленый Шлях, интенсивность неизвестна. В Николаево Дарьино опорник врага сумел сдержать первый накат, но недолго, добавили в Дипстейт. Отмечается, что обновления будут предоставляться задержками. Кроме того, некоторая информация может в конечном итоге отличаться от свидетельств прямых участников событий. Лукашенко испугался развала России и обратился с речью к членам СНГ. Накануне самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что если развалится Россия, то ко дну пойдут и все остальные страны СНГ. Лукашенко призывает к единству, чтобы вместе противостоять угрозам извне, информирует ресурс Белта. 8 августа на заседании Совета МВД стран-участниц СНГ Лукашенко заявил, что в сегодняшней ситуации некоторые страны пытаются извлечь для себя выгоду. Со слов белорусского диктатора, некоторые страны СНГ решили держаться подальше от РФ, так как страна находится под санкциями. Однако он призывает не отворачиваться от РФ. В противном случае плохо будет всем. Еще в конце июня этого года в Минске заявили о том, что Украина стягивает границы войска и военную технику. Уже 6 августа Киев ввел свои войска на территорию Курской области. Некоторые пропагандистские СМИ сразу же в этом обвинили политику Лукашенко. Якобы тот заявил, что его страна не будет нападать на Украину, что позволило Киеву перебросить часть войск на Курщину. В госдепе США считают, что решение Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной не обошлось без вмешательства России. Об этом заявил спикер государственного департамента США Мэтью Миллер. «Мы видели российское вмешательство в разных странах этого региона. Что касается отношений с Украиной, мы всегда считаем, что дипломатические отношения важны, и странам полезно разговаривать друг с другом и иметь возможность решать споры и проблемы, которые у них возникают. Именно поэтому дипломатия является важной», – сказал Миллер. Он отметил, что последние несколько лет США наблюдают в странах Африки дестабилизирующие присутствие России и наемников ЧВК «Вагнер». «Мы заметили, что каждый раз, когда Россия или ЧВК «Вагнер» приходят в Западную Африку, в другие страны, они сеют хаос и нестабильность на своем пути», – сказал представитель госдепа США. Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать российского диктатора Владимира Путина, если тот бы присутствовать на инаугурации новоизбранного президента Клауди Шейнбаум в октябре. «Мы не можем этого сделать, это не от нас зависит», – сказал он на пресс-конференции, – пишет Рейтер. Команда нового президента Мексики пригласила российского диктатора посетить инаугурацию, отметив, что ранее на этой неделе отправила дипломатическое сообщение всем странам, с которыми Мексика поддерживает дипломатические отношения. Посольство Украины в Мексике призвало его арестовать, ссылаясь на ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом ООН. «Мы надеемся, что мексиканское правительство осознает, что Владимир Путин является военным преступником, против которого выдан ордер на арест», – говорилось в заявлении. Как сообщается, российские базы хранения пустеют. Наглядные изменения на территории крупнейшей базы хранения советской военно-техники 769 СБРТ в пригороде Улан-Удэ Вакжанова показывают спутниковые снимки за 2021, 2022, 2023 и 2024 годы. Они собраны проектом Киберборушно в короткое видео. Хотя СБРТ расшифровывается как база резерва танков, кроме них там еще и БТР, а БМП даже больше, чем танков. Скорее всего, считают Киберборушно, база выполняет функции восстановления, ремонта, хранения и накопления техники. Ровно год назад независимые СМИ писали, что с базы Вакжанова сняли почти 41% хранившихся там танков и БМП. Почти исчерпана и база хранения в Шуйской, Прионежского района Республики Карелия. Это показывает другой осентер на основе новых спутниковых снимков. До полномасштабного вторжения на ней хранилось 30 гаубиц Д-30, отмечены на фото зеленым, 36 гаубиц 2А65 Мстабе красный цвет, 36 единиц САУ-2С1 желтый, 183 МТЛБ синий и порядка 60 грузовиков. Ко второй половине июня этого года осталось 16 САУ и около 50 грузовиков. Этот объект следует общей тенденции, которую мы наблюдаем. Меньшие хранилища опустошаются, в то время как более крупные служат гораздо дольше, вероятно, еще и потому, что туда переносится оборудование с меньших площадок. Еще одно хранилище, близкое к исчерпанию, отмечает осентер. В российских регионах растет недовольство из-за огромных потерь в войне против Украины. 12 общественных организаций Северной Осетии опубликовали открытое письмо к руководству Арафи Республики с просьбой «Прекрати призыв коренного населения на так называемую СВО». Это письмо в российской соцсети ВКонтакте выложил глава организации «Круглый стол Алания» Хадзимат Цзанайте. Общественники предъявили Кремлю претензии из-за огромных потерь на войне против Украины. «На фронтах СВО продолжают гибнуть молодежь Осетии, чьими телами уже переполнены кладбище Владикавказа. Над Россией нависла смертельная угроза физического уничтожения, а осетинский народ вымирает прогрессирующими темпами», написали представители общественных организаций Северной Осетии. Общественники назвали необратимой убыль коренного населения Северной Осетии и выдвинули несколько требований Кремлю и местным властям. Раскрыть потери в войне, объявить траур по погибшим оккупантам, а также запретить призыв на войну представителей осетинского народа для сохранения генофонда. Субтитры создавал DimaTorzok